Всем привет! С вами снова интернет-магазин Antelive.com.ye, Александр и Lenovo A690, новый гость в нашей студии. Получили эту модель, интересный вариант бюджетного смартфона от компании Lenovo. Давайте стандартно начинаем с коробки и комплектации заводской. Вот такая вот стандартная коробка. В принципе ничего особенного вы в комплектации здесь не увидите. Собственно, инструкции различные и тому подобные, гарантийный лист от производителя, гарнитура, USB-кабель, переходничок под нашу розетку и обязательно будет зарядное устройство. Сам смартфон. Смартфон предоставлен для покупки и для продажи в двух вариантах. Черный вариант. Вот такой вот. В данном случае это черный вариант. И с белой задней крышкой. Значит, спереди у нас стекло. Стекло закаленное. Никакое не горило глаз. Сенсорные кнопки. Меню домой-назад. Сверху логотип Lenovo. Динамик. Датчик приближения датчика освещенности. Фронтальной камеры в данной модели нет. Качелька громкости. Вверх-вниз. Сверху у нас расположилась кнопка включения-выключения. Микро-USB. Наушники. С этого бока ничего. И тут у нас есть надпись Smart Music. И защелка для открытия этой крышки. Сзади есть вот такая вот интересная рифленая крышка. На первый взгляд может даже показаться, что это кожа. Но это не так. Это пластик. Логотип Lenovo. Камера на 3 Мп без вспышки, без автофокуса. Динамик. Давайте посмотрим, как выглядит эта модель под крышкой. Значит, работает у нас с двумя стандартными сим-картами. Как вы можете видеть, это WCDMA и GSM. Рядышком располагается разъем под microSD карточку. Аккумулятор у нас в данной модели поставляется один. И он на 1500 мАч. Под аккумулятором есть только логотипы Lenovo, голограммки и тому подобное. Скажу сразу. Модель не слишком производительная. Построена она на базе процессора MTK6575. Имеет 512 Мб оперативки. 512 Мб встроенной памяти. Камера без вспышки, без автофокуса. То есть, довольно-таки средненький, бюджетненький смартфон, но полноценный смартфон. А Android здесь 2, 3, 6. Хотел сказать также по сборке. Никаких нигде люфтов. Крышка очень плотно закрывает всю конструкцию, весь корпус. Абсолютно никаких проблем со сборкой нет. Lenovo всегда славились своими качественными, классными сборками, скажем так. Сам смартфон у нас имеет следующие технические характеристики. Давайте посмотрим их через программку Antutu. Четвертый Antutu у меня установлен. Набирает эта модель 6016 баллов. Это довольно-таки слабый показатель. Но это показатель, который соответствует процессору MTK6575. Значит, Lenovo A690. Операционная система 236. Разрешение экрана 480 на 800. 3-мегапиксельная камера. По памяти. Здесь 512 памяти оперативной. 512 встроенной. Здесь стоит сейчас у меня карточка памяти на 16. Количество ядер вы видите одно. Частота этого ядра 1 ГГц. Что же тут еще? Есть различные датчики. Но датчики я люблю показывать в другой программке. Количество точек касания. Здесь две точки касания. При этом тачскрин вот такой вот, что он работает нормально. Но когда на одной полосе точки прикосновения, то они входят в одну точку. На работоспособность, на игры, на воспроизведение всех вот этих вот дел ни в коем случае это не влияет. Также Z-Device Test покажет нам все возможные датчики, которые есть в данной модели и функции. Значит, здесь есть GPS, Wi-Fi, Bluetooth, есть камера, есть датчик освещения, датчик приближения. Акселерометр. Вспышки здесь нет. И вот здесь еще есть вот такие вот датчики гравитации и движения различного. Прошивка. Прошивка в этой модели. Это, как я уже говорил, 2.3.6 Android. Здесь полноценный русский язык. Никакого софта китайского вы здесь не найдете. Присутствуют все стандартные привычные менюшки. Вот здесь вот есть у нас различные настройки. Обои уведомления эффекта рабочего стола. То есть можно сразу же с прошивкой менять эти все функции. В настройках у нас все более чем стандартно. В стиле 2.3.6 Android. То есть не четвертого. По прошивке я не заметил никаких багов. Ничего. То есть скажу сразу же по поводу памяти. Что своей памяти здесь очень мало. Но так как прошивка хорошая, нормальная. То с вставленной картой памяти он считает, что это память собственная его. И ставит на нее все, что нам нужно. Весь тяжелый софт, все там тяжелые игры. Это все делается абсолютно вообще без проблем. Есть вот в меню вот такие вот кнопки. Тут можно смотреть, что было использовано в данной модели. Что используется сейчас и тому подобное. Экран у данной модели 4 дюймовый. Разрешение 480 на 820. В принципе экран за эти деньги довольно-таки хорошего уровня. Яркость невысокая. То есть ну в принципе под прямым просмотром, под прямыми углами. Яркость довольно-таки хорошая. И можно нормально наслаждаться изображением. Если рассматривать экран при воспроизведении тех или иных картинок. Давайте это сейчас мы сделаем. То опять же под прямыми углами все смотрится шикарно. Работает у нас акселерометр само собой. Так, картинки плохие. Давайте включим стандартные привычные для всех картинки. Он их прогружает немножко. То есть картинка довольно-таки хорошо смотрится. Но вот под вот этим вот углом картинка уходит в негатив. И преломляются вот эти все цвета. Так и так более-менее картинка отображается. Вот так вот конечно уходит. Ну сверху я думаю никто не будет смотреть. Но если фильм смотреть, то человеку, который будет сидеть слева, он будет негодовать. Чтобы подвинул смартфон. Вот. Несмотря на то, что у моделей есть процессор MTK6575 одноядерный. Смартфон воспроизводит видео в формате 720p. Скажем так, воспроизводит хорошо. Хоть и с некоторыми, скажем так, глюками. Громкость смартфона, как вы могли уже понять и догадаться, отличная. Вообще эта модель, это считается Smart Music. То есть это смартфон для музыки. Качество связи, качество ушного динамика, качество внешнего динамика, качество наушников, качество звука. Все без нареканий, звучание великолепное. Кстати, по поводу прошивки, здесь тоже все на русском языке. Вызовы, контакты, поиск контактов можно осуществлять также на русском языке. Можно на английском, как вам будет угодно. Не пугайтесь того, что эта модель может на первый взгляд вам показаться не слишком мощной. Такие игрушки, как Asphalt 8, Real Racing 3, GTA Vice City у меня запустить не получилось. Но, наверное, потому что здесь всего лишь 512 мегабайт оперативной памяти. Но, такие игрушки, как Most Wanted и Modern Combat 4 пошли отлично. И давайте смотреть все же, как они идут, глючат или не глючат. На одноядерном MTK6575. Наверное, многие, кто смотрел сейчас тесты этих игр, и то, как идет на этом смартфоне NFS Most Wanted. Наверное, начали кусать локти, прикусывать губы. По поводу того, что их смартфоны с HD, с Full HD экранами, какие-то ZOP, a T-shell, с турбированными процессорами четырехъядерными абсолютно не так воспроизводят эту игрушку. Наверное, никогда даже не играли в эту игру с такой плавностью и легкостью. Естественно, я тестировал эту модель на GPS, на аккумулятор. И вот, что у меня получилось. Давайте смотреть. Значит, аккумулятор я тестировал при воспроизведении видео. Очень сложно тестировать, сделать скрины на Android 2.3.6. По крайней мере, нужно ставить софт сторонний, а не просто кнопками комбинаций. Вот, что у меня, в общем, получилось. Получилось у меня следующее. Значит, я тестировал аккумулятор. Вот, 17-16 у меня 100% заряда. И я тестировал его при воспроизведении видео на максимальной программной яркости. Вот, за три часа он у меня сел до 14%. То есть, 3.5-3.20 это вот его показатель, красная черта. Также я тестировал GPS. GPS, EPO-карты я прогрузил, но почему-то он их не хотел распознавать. Поэтому первый холодный старт у него занял, наверное, минутки 3. Это он нашел первые три спутника. Вот эти вот, 38, 40, 32, которые подписаны. А потом уже он немножко постоял, так минут 10, понаходил эти все спутники, пораспознавал их в небе, где они находятся. И после этого словил и нормально работал. Последующие запуски, естественно, происходят практически моментально. Там буквально 10-15-20 секунд. То есть, GPS отличный. Аккумулятор, можно сказать, чуточку слабова. То есть, 1500 мАч. Я думаю, что они здесь реальные. Но, возможно, по софту есть какие-то вопросы, какие-то неоптимизации. В принципе, давайте подводить итоги. Модель Lenovo A690. Я вам показал все, что посчитал нужным. Можно играть в современные игры. Можно слушать в отличном качестве музыку. С картой памяти данная модель работает так же хорошо. То есть, все, что нужно, она ставит на нее. Никаких проблем вы с этим, с заводской прошивкой, с телефоном из коробки вы не испытаете. По корпусу у меня нет никаких нареканий. Тут все собрано отлично. Очень стильно выглядит. Есть вариант с белой крышкой. Основной минус этой модели, это, конечно же, камера. Во-первых, здесь нет фронтальной камеры. Во-вторых, здесь нет вспышки. Да и сама камера на 3 мегапикселя абсолютно не тянет. Здесь нет автофокуса. Я даже в основной части обзора этому не уделил внимания. Это однозначный минус камера в данной модели. Что она есть, что ее нет. Можно сказать, для галочки. По прошивке нареканий никаких нет. Но, опять же, минусом можно считать производительность. То есть, все-таки процессор MTK6575, это уже ушедшее. Это было интересно в 2012 году. У нас уже практически Новый год. Практически начало 2014 эра новых восьмиядерных процессоров MTK6592. Поэтому, для тех, кому нужен простенький смартфон, небольшой, с выполнением всех функций, которые в нем есть, человеку, которому нужны две сим-карты, хороший нормальный аккумулятор, который будет держать до двух дней в нормальном режиме пользования, с русской прошивкой, с рабочим плей-маркетом, великолепной подачей звука, это ваш смартфон. Плюс цена, тоже достойная. Спасибо за внимание. Всем всего доброго. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, следите за обновлениями, заходите к нам на сайт. Всего доброго.